Привет, меня зовут Антон, вы на канале English Show, и сегодня мы разберем с вами новое интервью от Vogue, на этот раз с Кайли Дженнер, американской моделью, и бизнес-вумен. Сегодня узнаете, в каких значениях используют слово «честь», как заменить уже всем надоевшее слово «beautiful», ну и еще много других фраз и слов, которые вам точно пригодятся. Обязательно перейдите в комментарии и напишите, следите ли вы за сестрами Дженнер и Кардашьян в целом, и какой вопрос вы бы сами им задали, если хотели бы. Я знаю, какой вопрос я бы вам задал. Подписаны ли вы на канал English Show и поставили ли лайк под этим видео? Потому что если ответ нет, то лучше сделайте это, потому что мы старались. Погнали! Итак, первый вопрос. Ты рада присоединиться к двум другим сестрам и ответить на 73 вопроса? I'm honored. Для меня это честь. If someone is... Если кто-то honored, это значит, что для него честь. Делать что-то, быть где-то. Ну, то есть он буквально имеет честь. Например. Now, I appreciate that I'm honored. I appreciate that I'm honored. Я ценю, что мне выпала такая честь. А вот существительное honor – это честь, а не китайский телефон, как вы подумали. Можно сказать. Without honor. Without honor. Без чести. Или in honor of something or somebody. В честь кого-то или чего-то. Now, in honor of Blue's birthday. Now, in honor of Blue's birthday. А сейчас, в честь день рождения, Blue. Знаете, чем интересно разбирать такие интервью? Они учат живому, настоящему общению. Как говорить с человеком, понимать собеседника, отвечать ему. Например, интервьюер часто прибегает к вопросу this or that. Это или то. С ними речь становится более живой, непринужденной. Это называется альтернативными вопросами. Вот, взгляните на пример. Night in or night out. Ночь дома или выход в свет. Right now, definitely a night in. Right now, definitely night in. Сейчас определенно ночь дома. Night in – это, несмотря на дословный период слова night, как, естественно, ночь, обычно означает вечер где-то. В кино, в клубе. Короче, вечеринки и веселье. В то время как night in – это провести ночь или вечер дома с семьей. Ну, или одному. Это уж как вам угодно. A night out is a night out. Хм, night out is a night out. Хм. Вечеринка так вечеринка. Дом Кайли определенно красив, но давайте заметим, какое прилагательное использует интервьюер, чтобы его описать. This house is absolutely beautiful and stunning. Этот дом абсолютно красив и великолепен. Чтобы заменить довольно простое слово beautiful, давайте используем более интересное слово stunning, значение которого потрясающий, великолепный. Stunning. Стunning. Потрясающе. Как слышите, это слово настолько сильное, что его можно прям как сарказм использовать, и вас сразу же поймут. Хотя beautiful тоже можно, но не нужно. Кстати, beautiful можно таким огромным количеством слов заменить. Вот пишите в комментариях, какие из них вы знаете. А вот задавая вопросы про шоу Keeping Up With The Kardashians, интервьюер спросил. Почему ты думаешь людям нравится наблюдать за твоей семьей? На который Кайли ответила. Я думаю, что они всегда могут найти кого-то похожего на себя. Вообще, relate это быть связанным с чем-то, иметь к чему-то отношение. А вот у фразового глагола relate to немного другое значение. Он скорее от понимания того, как другой человек себя чувствует, что он думает. I can relate to that. I can relate to that. Я могу это понять. А как бы вы сказали, ты что, шутишь? Или ты что, серьезно? Давайте узнаем ответ на этот вопрос. And what is the craziest rumor that you've heard about your family? What's the craziest rumor that you've heard about your family? Какой самый сумасшедший слух, который ты слышал о своей семье? That we are all actually bald. That we're actually bald. То, что мы все на самом деле лысые. Are you kidding me? Ты что, шутишь? Это очень распространенная фраза, которая используется, чтобы показать, насколько странно или абсурдно, или нереально что-то звучит. Кстати, запишите себе эту фразу, чтобы использовать с носителем в следующий раз разговоре, например, в разговорном клубе English Show. Это видео-созвоны с носителями языка, где вы обсуждаете определенную тему. В English Show такие разговорные клубы проходят еженедельно. И для всех пользователей проекта Native Show посещение бесплатно. По ссылке в описании присоединяйтесь к проекту Native Show, чтобы лучше понимать английский на слух и более бегло разговаривать. Именно там вы сможете общаться с носителями английского языка, проходить интересные тесты и многое другое. В общем, check it out. Зацените. А что насчет слово rumor? По контексту понятно, что это слух, сплетни. Well, you can't prove a rumor. That's why it's a rumor. Well, you can't prove a rumor. That's why it's a rumor. Ты не можешь доказать слух. Поэтому это и называется слух. Отоларингологи с вами сейчас не согласятся. А вот для того, чтобы сказать «ходят слухи», используется фраза rumor hazard. Например, Он и бьет ее. Так говорят. Сразу говоря, этот пример подобрал не я, а то как-то прям жути навело. Что ж, rumor has, что мы идем дальше. Сторми еще не обыскала твой шкафчик с сумками? Ей больше нравятся мои туфли. Вместо всем известного bag здесь используется purse. По сути, то же самое. Сумка. Только вот женская сумочка какая-то маленькая, обычно кожаная. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Называется именно purse. А у bag более широкое значение. Обычно это что-то побольше размером. Ну, или пакет в магазине, например, тоже называется bag. Plastic bag. Так что purse closet это шкаф с сумками. Журналист также немного в саркастичной манере использовал глагол raid, который означает облаву. Но обычно его используют в более серьезном контексте, конечно. Outside, it's a raid. A raid? Outside, it's a raid. A raid? Все наружу. Это облава. Облава? Ну, в интервью, конечно, имеется в виду безобидный налет девочки на шкаф с сумками ее мамы Кайли. Кстати, отвечая, Кайли использует интересную конструкцию to be into something, которая является более классным способом передать, что вам что-то нравится. Так что she is into это ровно то же самое, что she likes. Та же фраза используется и в ответе на вопрос про перекус. К какому снэку ты всегда тянешься? Я очень люблю конфеты, вообще-то. Вот еще вариация на эту же тему. Ты мне нравишься. Еще один классный путь, чтобы заменить глагол like, это сказать, что I'm obsessed with something. Каким сериалом ты сейчас одержима? Сам глагол obsessed переводится как быть одержимым. А сама фраза to be obsessed with обозначает, что показать, что нам что-то очень сильно нравится. Например, Очевидно, ты на мне не помешан. Естественно, тут саркастичные нотки имеется в виду Я поняла, что я тебе не нравлюсь. В интервью с Кайли много сленговых выражений, которые могут здорово увеличить ваш словарный запас. Вот, например, Что было самым лучшим в том, чтобы расти в большой семье? Ни минуты скуки. Обратим внимание на слово это отличная замена слова boring, это ровно так же и переводится скучный. Скучно. Скучно? Думаю, многие видели нашумевшее видео, где Кайли пропевает песню Rise and Shine. О ней как раз и был следующий вопрос. Можешь спеть ее сейчас? На что Кайли ответила. Тогда мне нужна плата за исполнение. Так вот, fee это плата за что-то, гонорар. Соответственно, performance fee это гонорар за выступление. Очень много, Кайли. А теперь тест на внимательность. Знаете ли вы, что означает это слово? Если вы подумали, что это слишком легко, ведь все знают слово lunch, то вам точно следует посмотреть этот отрывок. What was the biggest lesson that you've learned after your initial launch? Какой был самый большой урок для тебя после первого запуска? Launch – это запуск, в данном случае запуск бренда косметики. Причем слово launch часто используют, говоря про корабли, суда и так далее. Например, Alright, boys, let's go launch this rocket. Alright, boys, let's go launch this rocket. Ладно, парни, давайте запустим эту ракету. Что ж, надеюсь, это видео было для вас полезно. Узнали сленговые выражения, всякие интересные словечки. Если понравился этот разбор, очень ждем обратной связи. А чтобы научиться уверенно разговаривать самостоятельно, практиковаться с носителями, да и в целом совершенствовать свой английский, не забудьте перейти по ссылке в описании и ознакомиться с проектом Native Show. А с вами была школа English Show и ее ведущий Ким Кардашьян. Увидимся в следующих выпусках. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова